Друзья, всем привет! С вами Леся. В кадре моя декоративная косметика и, наверное, вы понимаете, что речь идет о каких-то отзывах, о каком-то расхламлении, все, что я люблю. Еще дело в том, что в последнее время я покупала много новой декоративной косметики, я ей, конечно же, пользовалась. Также девочки у меня спрашивали отзывы, понравилось, не понравилось, советую, не советую. Хотя бы вкратце, поэтому в этом видео, кстати, будут продукты, которые я все-таки вернула сюда и решила дать им второй шанс. И здесь вот такое вот что-то сборное будет и будет окончательный вердикт по поводу того, что у меня все-таки не останется. И хочу также сказать, что я очень рада, очень довольна, что последние мои покупки декоративной косметики меня радуют, что именно из того, что я покупала более выверенно, более как-то так продуманно, ничего от меня как бы не уходит. Это большой плюс. Давайте вот тут вверху, что у нас лежит, тушь от Мина. Это коричневая тушь, смотрите, какая она интересная. Она стекает. То есть этот флакон сам прозрачный и видно, какая вот там тушь, она мокрая. Девчонки, да, в последнее время мы с вами говорили про заговор туши, такая вот щёточка, что всем они приходят какие-то мокрые. Даже я смотрю девчонок из других стран, которые там в Америке живут, в Канаде, ну русскоязычные. И они тоже жалуются на этот заговор, что всё время туши какие-то сухие, слипшиеся, непонятные. В общем, что-то с тушами пошло не так. Эта тушь мокрая, но она ничего не делает. Она просто вот натюрель делает, просто подкрашивает немножко. Но я её оставила, потому что она у меня одна, и я боюсь, честно говоря, тратить деньги на другие туши. Может быть, просто от Мины возьму какую-то чёрную. Также от Мина у меня здесь фломастеры, подводочки в виде фломастеров. Девчонки, могу сказать, что это самые крутые подводки в моей жизни. Пробовала я много, и люкс пробовала разные. И это самые крутые. Они очень яркие, они очень насыщенные, они классно рисуют. Вот такой вот кончик. Очень-очень яркий. По жидким теням рисуют, по всему, что вы хотите. Вот такие вот красивые, насыщенные подводочки. Очень-очень мне нравятся. Классный прям огонь. Вообще, марка Мина меня впечатлила по-хорошему. Далее карандашики. Ну, тут всё скучно. Вы сто раз уже видели. Это ламель повторный. Я покупала оттеночек 401 и 405. Прекрасные гелевые карандаши, очень яркие, насыщенные. Герлин 01, чёрный, подвожу слизистую. И номер 1, серебристый. В общем, тут ничего у нас не поменялось. Отличные карандаши. В общем, продолжаю ими пользоваться. Так, следующий интересный продукт от Ле Туаль. Это тональный крем для лица «Совершенство шёлка». Смотрите, как он бликует. Оттенок светло-розовый 03. Роуз-клеер. Ну, у него такой странный оттенок. Девчонки, просто максимально странный. То есть, он прям... Тут у нас муха залетела через открытое окно. Мы её выгнать не можем. Поэтому, если что, им пугайтесь. Наша новая домашняя животная. Шутка, конечно, но это правда. В общем, он какой-то такой прям... Не то, что розовый, а какой-то такой лососёвый. Но при этом он с кожей хорошо сливается. И кожа такая прям реально шелковистая. Какая-то бархатная. Мне очень понравился этот тональный крем. Но вот оттенок, он вроде мне подходит. Но он такой спорный, необычный. Поэтому понравилось. Из пудры у меня та же «Герлен 02». По-моему, есть «Метеорит», «Эклер». Всё, я до них не доберусь. Но они не так давно у меня. Я планирую, вот когда холода будет. Прям, ну, уже сейчас, наверное, пора ей пользоваться. Приступать к делу. И пудра «Иврашэ». Наконец-то я свою пересыпанную худо-бьюти добила. Целый год её добивала. Но уже не показывала вам. Потому что о ней я рассказывала ещё в прошлом году. О её качествах. Просто из-за неудобной упаковки. Она у меня была пересыпана в сменную ёмкость. Я ей пользовалась год, девочки. Наконец-то я её доиспользовала. И сейчас пользуюсь пудрой «Иврашэ». Хорошая пудра. Не видно на лице. То есть просто вот как закрепляющая. Просто как финишная. Да, отличный, отличный вариант. Серьёзно. Следующее. Что же у нас здесь? Так, это я отставила, чтобы оно нам не мешало. Давайте тени. А давайте мы с вами рассмотрим жидкие тени. Шик. Очень мне понравился этот оттенок. 12-й. Это первое моё знакомство с косметикой Шик. Посмотрите, какая красота. Очень красиво смотрится на веках. На веках полупрозрачно так. Очень красиво. Дуохромит. Такой нарядный эффект. Но он нежный. Такой, знаете, не ту мач. Прямо вот так. Смотрите, как это переливается. Всё безумная красота. Но экстремальную жару, типа южную какую-нибудь, не выдерживает. Начинает всё-таки комковаться. Но это я говорю по тому, какое было у нас жёсткое лето. Не выдерживали. Ну, мне кажется, ничего не выдерживает такой жёсткой жары. А так вообще идеально сидят в нормальной погоде. Не скатываются, не комкуются. Там с утра до вечера красиво переливаются. Далее про мейкап. Это 0,5 оттеночек. Тоже очень красивые тени. Они очень быстро сохнут. Смотрите, какая красота. Очень-очень быстро они сохнут. Поэтому, когда их наносите, лучше это всё сделать одним движением. Потому что наслаивание они не переносят. Начинаешь их наслаивать. И нижний слой... Ну, короче, оно начинает ложиться плешиво. Нижний слой снимается. Поэтому лучше так с ними не играться. В один слой, в общем, наносить. И жидкие тени от Kevin O'Coin. Платину. Это с вот этой вот палеточки. Там вот так вот они лежали. Но я их достала, чтобы я видела их как отдельный продукт. И пользовалась. Потому что, если они будут лежать в палетке, знаете, варианты, что я их схвачу, это очень-очень маленькие. Вот такой они такие синие. Очень плотный оттенок. В отличие от предыдущих. Хотя я больше люблю вот такое вот покрытие. Очень красивый такой оттеночек. Та же история с шик. Если экстремальная погода, такая вот жира, скатается. Ну, не то, что скатается, но понятно, если жарко, кожа начинает путеть, мокреть. Ну, это естественное состояние, да. В экстремальных таких ситуациях. И, конечно, оно уже не выдерживает. Начинается подскатывание. А так, в обычной нормальной погоде, они просто держатся как убитые, как прибитые. Поэтому так вообще тени отличные. Мне нравятся они. Хорошие. И сама палетка Кевина Коэн. Вот это вот. Магнифи. И видите, вот так вот пять оттенков. И жидкие тени. Ну, жидкие я уже говорю о том, что я положила отдельно. Так удобно. Зато сюда я вложила вот такой вот спонжик, чтобы он у меня был конкретно для этих теней. По поводу теней. А если не брать в расчет вот этот вот оттенок, можно сказать, что это такая классическая офисная палеточка. Такие вот оттенки. Этот вообще на веках как матовый. То есть, это такая вот красивая ежедневная палетка для офиса, для универа, для тех, кто любит больше такой классический макияж. Но при этом она, в отличие от той же палетки Lancome, она пигментированная. То есть, здесь оттенки хорошо тушуются, хорошо между собой дружат, не пляшивят и не создают грязь. Но вот этот вот оттенок, он создает весь праздник. То есть, посмотри, какая красота. Из этого оттенка, собственно, я, в принципе, сделала заказ с этой палетки. И немножко добавляешь этого оттенка, и все, на веках просто красота и праздник. Единственное, девочки, могу сказать, что все-таки я предпочитаю простые макияжи, как их называют, азиатские. То есть, я просто на все подвижное веко наношу, допустим, пошла жара, тот же шик. И все, делаю себе там подводку и красота. То есть, я сложные макияжи наношу очень редко, очень редко, это прям, ну не знаю, раз в полгода. Поэтому мне просто удобнее покупать, я так понимаю, жидкие тени, разные, красивые, какие-то доохромные, какие-то голографические, и ими пользоваться. Несмотря на то, что это прекрасная палетка, я ей пользуюсь крайне редко. Просто потому, что я люблю простые макияжи, и удобно взять эту жидкую тень, быстренько нанести за 20 секунд и побежать, и уже все. Но вот этот оттенок посередине, это просто праздник. Она мне очень нравится, я с большим удовольствием буду ей пользоваться, но в удобство, в скорости, конечно, побеждаю жидкие тени. И я тот человек, что я не стою, не крашусь, хотя у меня полный парад макияжа всегда, мне это нравится, я это люблю, но крашусь я быстро, минут 10-15, я не выделяю себе по полчаса, по 40 минут, блин, камон, это какой-то трэш. А чтобы вырисовывать, стоят себе глаза, нет, этого не будет, поэтому мне нужны работающие продукты, максимально такие простые в нанесении, без выпендрёжа, я бы так сказала. Оттенок шоссейда хора-хора силка 02, достаточно ходовой такой, для меня, конечно, он скучноватый, вероятность того, что я буду им пользоваться, мала, но всё же я его себе после расхламления решила оставить и никому не отдавать, потому что он безумно красивый, да, он такой нюдово-прозрачный, и в то же время в нём есть какая-то праздничность, то есть я вообще человек такой, эмоции человек праздник, у меня праздник всегда вообще на лице, но иногда, я думаю, возможно, они мне может пригодятся, то есть я их оставила для каких-то настроений осенних, не знаю, но отдавать и выбрасывать всё-таки решила их нет, не буду, они красивые, может, если туда ещё какой-то акцентик добавить, они как-то заиграют, всё-таки тени очень хорошего качества, поэтому всё-таки они остаются со мной, видите, после расхламления я действительно давала шанс, передумала о продуктах, что ставить, что нет, в этой палеточке всё так же у меня мои берновичи лежат, обожаемые мной, но немножко забытые, опять же, по одной простой причине, что, ну, жидкими тенями мне как-то сейчас проще, удобней всё делать, так, параллельно складываю, чтобы красоту увидеть, следующее, бронзеры, бронзеры, контуринг, в общем, это у меня всё в одном, потому что, ну, я лицо не бронзирую, я люблю светлое лицо, а контуринг я делаю чисто символически, знаете, он вроде бы есть, но его нет, то есть, ну, такой, я могла бы от этого шага вообще уйти, и ни капельки бы не пострадала и не вспоминала про него, поэтому изначально я думала отдать этот клоранц, а потом думаю, ну, если он у меня есть, то, что я там пару раз кистью взмахну, ну, лишний раз от меня не убудет, поэтому решила тоже его наставить и, ну, пользоваться, потому что он у меня есть уж, так ладно, в принципе, продукт хороший. Далее, что у нас дальше по хайлайтерам, девочки, моё открытие, хайлайтеры Ларак, я вам искренне от всей души советую хайлайтеры Ларак, потому что это самые крутые хайлайтеры, которые я когда-либо пробовала, это настолько невероятное сияние, настолько они дорого, красиво смотрятся, и они сияют просто невероятно, просто невероятно. Единственный минус, мне не хватает у них каких-то таких холодных прям хайлайтеров, но что есть, то есть, то есть, Celestial вот такой вот хайлайтер, ой, девчонки, это просто моё открытие, и они не замыливаются, ты ими пользуешься и пользуешься. Он такой идёт, как не то чтобы золотой, а прям такой жёлтенький какой-то, но он красиво, необычно так смотрится, очень красивый, и килтинг лилии, золотистая лилия. Они вроде бы кажутся, что похожи, но этот он посветлее, а этот более такой бронзово-розовый, очень красивый, просто я не могу не нарадоваться тому, что я их купила, с ними познакомилась, это просто лучшие хайлайтеры по качеству в моей жизни, которые я когда-либо пробовала. Далее, хайлайтер от Beko Pearl, моё долгое увлечение такими выбелющими хайлайтерами, как вы видите, сейчас я отошла в более такое что-то, более тёплое, можно так сказать, более тёплое, хотя я хочу себе подкупить какие-то там розовые хайлайтеры, но откровенно такими белыми уже у меня настроение пропало пользоваться, видите, ну прям, это прям белый-белый хайлайтер, девчонки, он красивый, но он прям белый-белый, конечно, это смотрится жёстко инородно на лице, и одно время я прям увлекалась такими хайлайтерами, они мне сейчас нравятся, но не чётко белые, а с какой-то розовинкой, всё-таки, чтобы немножко вот чего-то естественного было там добавлено, это нормально, что вкусы меняются, но я им пользуюсь, вы видите, какое здесь дно, как тут всё поюзано, потому что продукт очень хороший, марки уже не существует данной Бека, и я вышла из положения при помощи моего недруга Наташи Диноны, вот такой вот палетки, то есть я на белый хайлайтер от Бека немножко наношу вот этого хайлайтера, потому что это хайлайтером назвать, это, знаете, подшутить нас с собой, это какая-то русик блёсток, тёплых блёсток, и вот когда положишь на этот белый хайлайтер, вот это вот жёстко выбеливание пропадает, и он становится более такой, ну, более нормальный, что ли, более естественный, ну, хотя я не крашусь, естественно, конечно, на мне это всё видно, и мне нравится такое неестественное понятие хайлайтера, чтобы ты идёшь, и тебе там из космоса было видно, я такое люблю, и такой тут бронзер, он такой рыженький, тоже иногда им пользуюсь, когда лень брать тот большой клоранц, то есть эту палетку использовала, эту, и в общем, да, то есть я её тоже решила оставить, всё-таки к ней как-то приспособиться, да, то есть мы стараемся продукты, которые, в принципе, ну, как без напряга могут быть использованы, всё-таки оставлять и ими пользоваться дальше, не выбрасывать, ну, то есть если иногда их используешь, почему бы не воспользоваться, зачем сразу выбрасывать, выбрасывать нужно то, что вообще никак, никуда, ни при каких обстоятельствах не идёт, а это, как оказалось, помадой, я большой фанат помад, в плане того, что мне не надо тысячи штук, но мне нужны оттенки, которые будут вау, которые будут на мне работать, приводить меня в восторг, и по поводу помад, давайте покажу то, что 100% моё, гуччи 702, посмотрите, какая красивая помада, очень качественная, они очень качественные, они очень классно наносятся, это матовая помада, естественно, она очень классно наносится, она прям потрясающая, где бы делать сводчи, что-то я об этом не подумала, зато села снимать вечером со своей аллергичной рукой, короче, вот здесь, да, давайте здесь будем, вот, это 100% мой оттенок, она такая красивая, мои оттенки это лиловый, сиреневый, и такие не классические, а вот с ноткой креатива, очень красивая помада, вот я её недавно купила, там пару месяцев назад, с большим удовольствием ей пользуюсь, мне понравилась, моя помада, это 404, Lancome, она у меня с прошлого года, если я не ошибаюсь, и в отпуск я её брала, в общем, классная помада, опять же, мой оттенок, потрясающе наносится, можно от лёгкого полупрозрачного, прямо до такого красивого, красивого, лилового, очень мне нравится, тоже с большим удовольствием пользуюсь, я люблю матовые помады, если я не сказала, то да, только матовые, и новое моё приобретение, Lancome 509, это уже новый дизайн, помада, вот такая вот помада, тоже матовая, кстати, она по нанесению капризная, если вы видите, она наносится прям какими-то такими кусочками, то есть, я не ожидала от такого, от Lancome, то есть, она реально капризная, вы видите, да, это, она суховатая, она капризная, но оттенок очень красивый, такой прям, тёмно-фиолетовый, и он на губах более ярко смотрится, более как-то, ну вот сейчас, да, сейчас видно, но по нанесению, девочки, меня это, видите, как красишь, то аж вот эти вот углы загибаются, по нанесению меня это разочаровало, потому что у меня была старая версия матовых помад, тут Lancome не были, ну вот такие вот, по качеству, потрясающие, это что-то, ну совсем сухое, она прям сухая, хотя это новые помады, они свежие, там с рукодности, да, 26-го, или 25-го года, в общем, очень-очень долго, но она такая и плешивенькая, и трудна в нанесении, лучше под неё всё-таки немножко бальзамчиком изнуть, потому что, ну вы видите, я надеюсь, это будет видно, но цвет, конечно, красивый, он похож на помаду от Mina, 437-й оттенок, такая вот помада, мне кажется, похож, хотя нет, хотя нет, почему мне казалось, что похож, Mina в нанесении покруче, чем вот эта ванком, она сразу даёт оттенок, и она, ну лучше по качеству, что я буду там, знаете, юлить, я вам скажу, как есть, хорошее качество, красивый оттенок, нравится, марка Mina, нравится, нравится очень, далее, мой любимый оттеночек, 518, от Shiseido, Shiseido, прекрасные матовые помады, это, я бы сказала, там лучшая формула, но единственное, что раскладка оттенков, там более классические помады, да, чем, чем креативные, это не та помада, я ее фич на плату, моя помада под оттенком 519, которая вот, если бы я за нее взялась, я бы ее уже давно, честно говоря, закончила, но, у меня же есть еще другие, вот такой вот красивенный оттенок, очень мне нравится, я просто ее обожаю, а вот 519, это попытка купить фиолетовые помады, когда я переходила прям вообще на фиолетовые помады, это, наверное, пару лет, даже полтора года, и, ну, я надеялась, что это будет что-то креативное, но это красивый оттенок, но это классический оттенок, это классический, я, девочки, точно ей пользоваться не буду, мне это не нравится, она такая, знаете, классическая, фиолетово-красная, вот что-то такое, мне не нравится, я не хочу пользоваться такой помадой, портить себе настроение, и дело не в том, что мне идет, как некоторые девочки после моих расхламлений пишут, это что, зачем ты выкинула, тебе идет, немного что идет, просто мне не нравится, я не хочу этим пользоваться, я не всеядный человек, у меня есть свой стиль, свой вкус, в общем, свои предпочтения, поэтому этой помадой точно я не буду пользоваться, ну, никак, никак, поэтому я ее отложу, и надеюсь, что в ближайшем будущем она будет кому ее отдать, далее помада от Guerlain, это помада в оттеночке 500, я, кстати, нашла даже, где написано, 520V, шикарная по качеству, это матовая помада, аромат потрясающий просто, но это вот, из разряда, понимаете, вот этого шоссея, то есть это классический оттенок помады, с намеком на какую-то филетовинку, ну, такая вот, нет, я такой точно пользоваться не буду, 100%, зачем вот мне пользоваться этой помадой, если у меня есть та, которая меня просто приводит в бешеный восторг, ну, вот эта помада от Rouge Armani 506 оттенок, это вообще, на мой взгляд, она ужасна по оттенку, это, на мой взгляд, прощай, Советский Союз, не знаю, я даже такой помадой, я ей недавно накрасилась, пошла не то, что мусор выносить, пошла до подружки, ну, подружка у меня чуть-чуть дальше, чем мусор на улице, но совсем тоже рядом, и блин, как меня это грузило, что на мне эта помада, и я сфоткалась, все, да, она мне идет, но она мне не нравится, поэтому я тоже 100% ей пользоваться не буду, то есть вы понимаете, что мне нравятся такие сиреневые, лиловые оттенки, вот как вот этот вот ряд, вот это, это уже пошло что-то с красным намеком, что-то с классическим таким, но для меня это скучно, и свое восхождение к фиолетовым помадам, я начинала, конечно же, много я пробовала, с самого-самого начала, я пользовалась блесками, какими-то нюд я тоже пробовала, я пробовала красные помады, мне кажется, все, кто начинает свой путь к ярким помадам, они приходят через красные помады, то есть самые классические помады, вариант, потом мне в красных помадах стало тесно, я перешла на фуксию, на что-то такое, потом у меня было увлечение металлическими помадами, какими-то неоновыми, розовыми, в общем, я пробовала все, и вот путем вот этих вот проб, экспериментов, в конце концов, когда ты напробуешься всяких оттенков, абсолютно разных, разных брендов, ты просто уже хочешь покупать те оттенки, которые тебя просто 100% прет, а не для того, чтобы количество было, какое-то дикое разнообразие, лишь бы было, я от этого всего уже отошла, я всем наелась, я всего напробовалась, всего натестировалась, и я хочу только то, что мне просто доставляет радость, поэтому вот так вот, и вы видите, несмотря на то, что я расхламляюсь, я все равно ищу, как воспользоваться продуктом, который, ну, вроде бы, не очень мне, даже палеткой Наташи Диноны, тот же бронзер, а что-то еще у меня было, то есть я ищу подходы, не так, что я бездумна, это все выбрасываю, конечно, мне жалко денег, но если помада мне не нравится, я не хочу себя, как бы, нагружать, и годами пользоваться стремными оттенками, и портить себе настроение, зачем, когда мне такая красота есть, в общем, все, девочки, я вам показала всю декоративку, которая у меня есть на этот момент, единственное, чего мы с вами избавляемся от этих трех помад, потому что, как бы я ни пыталась с ними подружиться, я сто процентов вам говорю, потому что это не мои оттенки, мне в них скучно, они мне приносят расстроенное настроение, поэтому вот так вот, вроде бы, все отзывы вам сказала, все рассказала, буду прощаться, всем спасибо за внимание, всем пока-пока.